Мичурина, мы всегда слышали такие фразы, и эти фразы можно классифицировать, они созданы по единому ключу для построения хвалебных фраз. Мичурина, его называли либо гениальным, либо великим. Уже выдающимся очень редко, потому что считалось во времена Сталина и вскоре после этого, что это как-то аж принижает Мичурина. А вот либо великий, либо гениальный. А дальше генетик, биолог, естествоиспытатель, ученый, селекционер, плодовод. Вот из этих слов и составляли оценочные фразы. Ну, например, Мичурин, гениальный генетик. Или Мичурин, великий ученый. И так далее. Что касается первого, то есть генетик, биолог, естествоиспытатель, ученый вообще, я скажу, что это не просто преувеличение, а это просто неправда. И более того, даже нельзя себе представить, если так просто анализировать факты, что так можно говорить. Ну, так говорили и говорят. Что я имею в виду? Ну, понятно, чтобы быть биологом, генетиком или биологом, или ученым вообще, надо иметь какое-то базовое образование. В этой связи я вам скажу, что с образованием у Мичурина было так. Он отручил три класса Пронского уездного училища. Я интересовался по словарям тому времени, что это означает Пронское уездное училище, вообще, что такое уездное училище. Решали они задачи научить человека читать, писать и считать. Биология там не преподавалась, физика, химия не преподавалась, никакие другие естественные науки же не преподавались. Причем учился он как-то странно. И биографы Мичурина, которые, а у него был и официальный биограф Бахарев, как-то эти вопросы обходили. А приходится потом додумывать. И когда додумают, что выясняется вообще странная картина. Вообще Мичурин-то называл свое образование средним. Но уже его биограф Бахарев слово среднее не решился использовать. Написал незакончено среднее. А имеется в виду вот что. Значит, Мичурин окончил это Пронское уездное училище 17 лет от роду. Во сколько лет он поступил в училище? Поскольку лет в каком классе сидел, как говорят, неизвестно. Но ясно, что в 17 лет в царское время уже заканчивали гимназию. И это действительно среднее образование. В 17 лет и окончил гимназию Семиренко Лев Платонович. Яблоки которого сорт и сейчас же у нас можно на рынке найти. А они, кстати, одногодки. Один и другой родились в 1855 году. Но один к 17 годам уже закончил что гимназию. А другой Мичурин, хотя он был вообще тогда сын обедневшего дворянина. Нельзя сказать, что на том этапе у него были материальные какие-то трудности. Они потом появились. Но это другой вопрос. Он к 17 годам только закончил три класса Пронского уездного училища. Больше он нигде не учился. А незакончено среднее появилось вот от чего. Мичурин в 17 лет. Его дядя, потому что отец уже умер, и мама умерла к этому времени. Он остался один. А его дядя, как в биографии написано, написанной Бахаре в биографии, устроил в губернскую гимназию. И вот в этой гимназии он проучился с сентября до декабря, когда был исключен за непочтительность к начальству. Ну вот и вся его, что так сказать, образование. Это формулировка из приказа. В чем заключается эта непочтительность, я думаю, нам это не нужно. Поэтому разговоры о том, что он великий биолог или генетик, это все несерьезно. А высказывания его некоторые по вопросам биологии, они не просто ненаучные, они ошарашивают. Ну, например, он всерьез писал, что будущее всего естествознания в колхозах и совхозах. Представляете, это значит не только будущее биологии, а будущее физики, когда тогда уже была и ядерная физика, и химии, и географии, и геологии. Это просто несерьезно. Но главное, это сейчас кажется несерьезно. А в колхозах создавались, по его же почину, хаты, лаборатории. Никакого открытия, никакого толку научного не дали эти хаты, лаборатории. Ну, их поддерживал Лысенко. Отчитывали, что вот уже 30 тысяч колхозов, где есть эти хаты, лаборатории. А будет, ого-го, сколько. И так далее. То есть это, всерьез это воспринимать не надо. Когда я это говорю, некоторые мне говорят, Иван Борисович, ну да, он малообразованный садовод-любитель. Я так ее тоже считаю, что он малообразованный садовод-любитель. Но он же нестанет. И вот поэтому весь доклад мой сосредоточен на этом. Остальное там просто говорить нечего. Там можно расстраиваться только. Происхождение 265 его сортов точно известно. Сразу скажу, что вообще называют обычно 300 или более сортов. Обычно называют. Причем сорта в понимании Мичурина, это не то, что в понимании, скажем, меня или Сергея Ивановича. Сортом вообще, это производственная категория. Это то, что можно выращивать еще в производстве. А Мичурин называл сортом один сеянец. Если вот посеял он семена яблони, и вырос сеянец, и на нем неплохие яблоки, он уже говорил, что он создал новый что? Сорт. Еще не размножал, еще не испытывал. Он вообще это считал ненужным делать. Он считал, что надо прямо то, что он говорит, внедрять в производство. Это так примерно, как и Лусенковские инновации. Ну вот 265 его. Посев сортовых семян с последующим отбором сеянцев и клонированием. То есть сеются семена, лучшие находятся сеянцы, так делаем Мичурина. А потом прививкой размножаются. Вот таких 88, 132. Гибридизация с последующим отбором сеянцев и клонированием. То есть скрещиваются какие-то два сорта с надеждой потомков получить шорт. Еще лучшее. Таких 163-61%. Один отбор соматических мутантов и их клонирование. То, что Мичурин называл спортом. Когда растет какая-то веточка, нетипичная для сорта, да, и там все-таки. Из-за того, что там произошла мутация. Ее клонируют. Таких меньше всего. Ну и выясняется, что вообще-то говоря, все это известные до Мичурина методы. Им, этими методами, Мичуриным получено 95,8% сортов его понимания. А вот при выведении 11 и еще 11 сортов. То есть 4,2%. Дополнительно он использовал методы воспитания. И в качестве воспитателя он чего только не использовал. Оценка этих методов про вчера. Я в своем докладе о Вавилове приводил оценку Вавилова. Что воспитание основано на идее о наследовании приобретенным признакам. И вот он свои сеянцы...